World Food 2022 выставка, на которой лидеры рынка обмениваются опытом. С одним из них прямо сейчас и познакомимся. Это Юрий Аронов, представитель компании Хлебкин. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о компании, о своей продукции. Я представляю ремесленную пекарню. Мы делаем более 25 наименований хлеба и различные хлебобулочные изделия. На выставку мы пришли с ремесленным хлебом, сделанным на закваске, на заварке. Это интересные ремесленные хлеба, которые выпекаются как в конвекционных печах, так и в подовых печах на камнях. А есть ли какое-то особое, вот ремесленный хлеб, может быть, хранится дольше или какое преимущество у него перед обычным? Ну, конечно, начнем с изготовления хлеба. Прежде всего, ремесленный хлеб изготавливается дольше, потому что в ремесленный хлеб не кладется химия. Если мы говорим о хлебах на закваске и на заварке, то это срок приготовления в нашем случае 48 часов. Мы завариваем закваску, а потом, соответственно, ферментируем в холодных условиях хлеб и уже дальше выпекаем его. И в результате всех вот этих сложных процессов и дорогих мы получаем то, что получаем. Это хлеба, которые имеют срок годности от 3 до 10 суток. Вот, например, у нас типичный представитель ржаной хлеб. Он весом 2 килограмма 200 грамм и у него срок годности 10 суток. Его в течение 10 суток можно кушать. Он мягкий внутри, вкусный. И в целом, конечно, это отличается от того, что сегодня мы можем встретить в обычном ритейле. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь таким ремеслом и как уже серьезно развились? Мы довольно недавно на рынке, полтора года назад я стал заниматься хлебом. Вот за это время нам удалось сформировать базовую команду, наш костяк, освоить различную ремесленную технологию, включая заварочные и заквасочные хлеба. Вот сейчас мы уже готовы выйти на рынок и представлять свой продукт не только в своих пекарнях, которых сегодня 4 штуки, но и предлагать товары различным розничным сетям, которые, кстати, активно на выставке интересуются. Мы с очень большим количеством познакомились и после выставки будем в активном диалоге. Отлично. А скажите, по сравнению с прошлым годом, в этом году есть сложности в работе? Ну, конечно, сложности есть. У нас есть вопросы и по сырью, и по стоимости сырья, и потому что какие-то производители ушли из России. Но в целом, в любом случае, мы адаптировались к текущей ситуации. Да, у нас где-то подорожала себестоимость, но мы при этом, при всем пытаемся сдерживать цену на полке и давать максимально доступным наш товар. Спасибо большое, Юрий. Желаем вам успехов на этой выставке. Надеюсь, что все ваши планы осуществлятся. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. 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 .